Непристойные рисунки на самом главном городском памятнике, обелиске Победы, обнаружили неравнодушные зареченцы. Почерк неизвестных художников указывает на то, что осквернили Стеллу, скорее всего, подростки, что побудило их совершить подобное. Горожане убеждены, все дело в недостатке воспитания. Это ненормальное явление, это невоспитанность молодежи, их вульгаризм, я бы сказала, вот так. Надо воспитывать молодежь, а сейчас воспитанием ни родителей не занимаются, все сваливают на школы, а это неправильно. Первое воспитание должно быть родиться в семье. Ну, все это идет как вот школа, садик и наоборот, как вот родители, все от родителей зависит. Как наказать за это? Это же не накажешь. Раньше наш за уши трепали, даже соседский отец, и потом он говорит, и наш отец еще. Оставлять подобные действия безнаказанными недопустимо, считают зареченцы. И в Уголовном кодексе наказание за вандализм предусмотрено. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев. Под статью «Вандализм» попадает нанесение непристойных изображений и надписей обезображивания и повреждения памятников истории и культуры, общественно значимых зданий и сооружений. Ответственность наступает с 14 лет. Если действия совершены группой злоумышленников, им грозит до 3 лет лишения свободы. Полиция проводит расследование по этому делу, опрашивает свидетелей, изучает материалы видеокамеры. Дать юридическую оценку действий на улице достаточно проблематично. Сейчас, значит, помимо того, что сама улица лица собирается материал, чтобы дать оценку, имело ли иметь нас осквернение. Происшествие всколыхнуло общественность. Новость облетела региональные информагентства. Идет активное обсуждение кощунственных действий злоумышленников в социальных сетях. Рассказывают, что рисунком не один день. И вот тогда возникает вопрос, почему мы ходили мимо и молчали. Все же у большинства здравомыслящих людей мнение по этому вопиющему происшествию единое. Это действительно плевок в душу не только тем, кто, собственно, воевал, и членам их семьи. Это плевок в душу всем тем, кто считает себя гражданами своей страны, кто ценит свою историю. Это проблема непонимания подрастающим поколениям сути произошедшего в истории нашей страны. Это элементарная невоспитанность. Непристойности с обелиска уже убрали. Но эти маленькие рисунки все же оставили большое грязное пятно на памяти о нашем общем прошлом. Ирина Герасимова, Игорь Ведаков, телерадиокомпания «Заречный».